Всем привет! Продолжаю выкладывать наши игры с командного турнира в пятой циве. Я был в команде с игроком под ником 12G. Кстати, наша команда называлась 12нубов, где 12 это отсылка к нику моего партнёра, а нубы это отсылка ко мне, потому что я фигово в пятую циву играю. Сможем ли мы победить? Смотрите в этом видео. Приятного вам просмотра. Ну да. Ну всё, удачной игры. Интересная карта. Так, большие острова, там какие-нибудь условия по самой карте нет? А там разве не рандом надо всё поставить? Возраст мира? Нет, я посмотрел, там нужно по умолчанию. Ну, кстати, и у кельтов особо тут. Я могу только, если пантеон хороший, сразу взять, например, там производство от лодок. О, у меня прикольно. О, слушай, так мы, наверное, даже на одном этом с тобой. Это будет замечательно. Или нет, Лёша? Я, честно говоря, думал, это какая-то другая карта. Ну, у меня, например, с моря город не берётся вообще. Какие-то полушария прям, наверное. У тебя, конечно, оставаться на месте надо. Да, да. Сходи вверх. Воинам. Ну, куча. Я не уверен, что мы вместе, видишь, у меня вода. Холмов. В смысле, где вода? Это озеро. Это вода. Океан. Я про то, что между нами, возможно, вот маленький. Мы просто рядом. Астрова у нас рядом. Ну, посмотрим. Я думаю, ставится тоже. Да? Тут особо... Ну, у тебя три серебра, тоже неплохой пантеон. А, ну вообще... Ну, у меня можно на лодке брать. У меня просто только для лодки. Ты со мной вообще разговариваешь? А с кем? Какие... Какое серебро? Какие лодки? У тебя серебро? Что я не так говорю? У нас, может, игра сломалась или что? У меня нет серебра, Лёш. Серьёзно? Я вот... Подожди, у тебя что? Ты шагнул в ветер, да? У тебя мрамор. Я всё у тебя вижу нормально. Нет. Ты точно на меня смотришь? Подожди. Прикольно. Я такого ещё не видел. Может, кто-то из них карту не удалил? Я у тебя вижу... Ты стоишь на речке, на равнине. Не-не-не-не. Сверху рыба. Справа у тебя три серебра. У меня... Я стою в таком заливе. У меня тут рыба, крабы. Справа от города красители. Сверху олени. Что, ты этого не видишь? Я вижу у тебя какао, бананы, оленя. Заплыв в две клетки. В одну. Ну, вот в заплыве рыбы и крабы, нет? Нет. Там ничего нет. Прикольно. Ну, кто-то, наверное, NQ-карту не удалил или что? О, теперь мы точно далеко. Так, давай проверим, что мы видим одно и то же. У тебя, ты в равнине, у тебя слева олени, алмазы, снизу... Рыбка-жемчуг. Рыбка-жемчуг, да. Я, почему я не в тундре? Не, я в тундре. У тебя там четыре джунгли, алмазы, медь, олень снизу, камень. Да, да. В генозе? На побережье, окей. В побережье. У тебя, кстати, опять прикольно. Правда, теперь три клетки обстрел, но... Проблема в том, что если я вот прямо тут поставлю город, то у меня не будет пантеона от леса. Или там от джунглей тоже, я не помню. По-моему, только лес. Ну, блин, плохо. Ну, я не думаю, что стоит ради этого город двигать. Не то, что двигать, в смысле... Ну, ты можешь, конечно, попробовать сходить, но потом можно вернуться, посмотреть. То есть не нужно бежать к лесу, чтобы ставить свой город. Антон, конечно, круто. На самом деле у меня не такое уж место, короче. Снега, непонятно. Может, я вообще сейчас выплывать никуда не могу. Это очень такое обычное место для Марокко, на самом деле. Чтобы она в пустыне родилась. Ну, нафиг. Не, ну, холмы есть, как бы, олень, там, рыбка. Ну, да. Хотя печально, конечно. Ну, я, наверное, поставлюсь. Не, ну... На воде надо ставиться. Вот то, что равнины на реке, это нормально. Это лучше, чем луга, например. Ну, я сейчас кауты, наверное, даже построю. Слушай, а может мне на холм вот этот ниже поставить? Как думаешь, или я слишком отойду от этих ресурсов роскоши? Надо подумать. Я бы... Может, как-то вверх попробовать сходить. Хотя там вроде джунгли кончаются. Нет, да, я вижу, там джунгли кончаются. Я думаю, что если стоит на месте, Леш, ставить, и к лесу это... Ну, не двигаться, наверное. Ну, хоть подожди, не спеши. А почему на месте? А почему на месте? А что тут вот хорошего в этом месте? Тут я хотя бы на холме буду, во-первых. А у тебя других холмов нет. Кроме вот, которые ты будешь джунгли убить очень долго. Я поближе стану к лесу вот этому. Еще буду к оленям. То есть к еде. Какой-то. Те, остров, он там внизу уже кончается вроде. Ну, вот медь под медью уже вода идет. Опять Сириус просит значки включить. Сириус только для тебя включаю. Ну, в принципе, на холм-то, да, неплохо. Ну, у тебя холмы далеко очень. Ты видишь, смотри, у тебя медь с алмазами, которые ты непонятно когда купишь. Ну, они, кстати, все добавятся как бы со временем-то. Ну, не скоро. Плюс там... На холмов-то маловато. Понимаешь, у меня хотя бы будет сразу производство. То есть я тут останусь, то у меня будет вообще... Не будет очень долго вообще никакого производства, по-моему. Не, ну как, у тебя будет камень. Потом тебе еще олень выкупят. Камень у меня и так будет, если я на холме поставлю. Потом и олень быстрее добавится. Потому что у тебя сейчас будет 5 молотков уже. А так люксы сразу добавятся. И холм, он справа, ты пол... Ну, холм, ты и так полный. Так люксы потом и так добавятся. Потому что... Ну, ладно, Леша. Город будет стоять на холме, будут добавляться, наверное, джунгли. Даже не джунгли, а вот этот, скорее всего, луговой за речкой первым добавится. Ну ладно, ставь на холм хорошо, тогда и пантеон у тебя будет, и... К тому же, к тому же, здесь если будут атаковать этот город... Тут, в принципе, подплыв что с этой стороны, что стой такой. Ну, стой, конечно, получше, типа, в одну клетку вообще. Но и тут не особо сильно атакуются с моря. Тем более, город будет на холме стоять. То есть, плюс к обороне. Кстати, у Ары там тоже место не очень хорошее. Ну, как я, стоит без промки. Мне кажется, стоит сразу монумент строить, а не скаута, потому что тут я не уверен, что большие острова вообще... Да, я с тобой как бы согласен, но мне, ну, не знаю, чуйка, я бы сказал. Тем более, скаут лишний раз поможет от воров отбиться. Хотя у меня там вроде вон кончается. А тут варвары есть, да? Я уже забыл. Куда они денутся? Так, здесь все. Территория у меня ужасная. Ну, столица окей. Хотя столица тоже ужасная. Холмы? Ну, ладно, холмы есть, и ладно. Хотя, кстати, еще можно рестарт попросить будет. Ну, да. Тут надо эту возможность воспользоваться даже, я бы сказал. Вот скаутом как раз посмотрю. Слева от Марракеша у меня уже вода. Или это туман такой странный. Вроде вода. Просто это для Маррако типичный старт вот этот. То есть, мне вот эта Маррако и не нравится из-за этого. Вот эта вот фигня, которая типа, у нее все заточено на пустыне, но нация, которая появляется в пустыне раз в 20%. Ой, смотрите, этот, take it easy город с большим количеством воды поставил. Видишь? ГГшка. Ифи. Это Вера. Это я могу пантон. На что я могу пантон взять? Ну, ладно, окей. Давай играть. Правда, я вот не вижу второго города хорошего. Кстати, я смогу сразу пантеон взять. То есть, ты берешь пантеон, и я возьму еще пантеон сразу. Из девяти. Тебе надо брать на эти, на лодки, я считаю. У тебя плюс три производства это даст. Почему нет? Ну, я и думаю, что лодки стоят, блядь. Ну, лодки-то по-любому будешь ставить. Леш, у тебя сейчас, как и пантон будет, ты его не, а его нельзя не основывать, наверное, кстати, тебе это. Нет, ты первый, ты первый. Про пантон ничего не говорили. Ты первый будешь его основывать. А я на следующий ход, понимаешь? Почему? Нет. У тебя не накопало еще? Нет, у меня не сейчас. Я просто сказал, что у меня вот, так как ты встретил Ифи, у меня стало 13 очков, значит, что у тебя будет 6, ты, или сколько там, 8, да, и 12 у меня, типа, есть, для следующего пантеона, то есть я по-любасу возьму. Ты первый берешь пантеон, я следующий. Окей, я понял, я понял. А город под соль буду ставить, наверное. Пантеон. Лодки, я, конечно, не буду лодки быстро делать и скоро. Мне эти три молотка не нужны, лучше уж дворец тоже взять или там... Да, слушай, мне молотки за три жителя. Мне уже начинать не нравится, что я поставил махом по той простой причине, что мне некуда... Так, бери пантеон, во-первых. Мне некуда следующие города ставить. Ты что, блять, будешь? Ну, я бы хотел на медь взять, видимо. Хотя фиг знает тут, непонятно. Могу на алмазы еще взять. Я нашел хороший пантеон. Это я его взял, Леш. А что, висит? Ара логает. Да, вот мне тоже написали про жемчуг. Ну, значит, я медь беру. У тебя, конечно, не очень красиво получать здесь. Города будут... Ну, караван далеко будет ходить, если будешь по воде пускать. Жители, переключи на следующем. Или ты успел переключить? Не успел. Леш, глянь на Маракеш. Ого. Ничего себе. А ты говорил, плохое место. Вот у меня теперь плохое место. Подожди, а ты гончарку, да, изучал все это время? Угу. Ну, ладно. Короче, так, все, давай не отвлекаться. А то мы разные техи изучали с тобой. Странно. Ну, я гончарку потом живу. Нет, так ты мне сказал переключить. Я, по-моему, переключал. Не знаю, почему гончарка стала. У нас там никаких... Нет, я... А. А, это тот старт был. В этом городе моем втором еды не будет. Почти, ну, соль там. Даже рыбы никакой нет. Плохо, конечно. Единственное, что хорошо, что я караваны удобно пускать. Или можешь просто, знаете, сухопутные караваны пускать, не знаю. Пойдем в добычу руды. Вообще, конечно, это три можно города поставить. Блин, а вот мне где города ставить? У меня любое место говняное. Слушай, кстати, ты же можешь вот там, где у тебя скаут и воин, да, это считай ты в мою сторону. Мы можем между Единбургом и твоими городами как тут караваниться в принципе. То есть, в принципе, у нас... Велико, Леш. Не, вот это... Ты защищать это как будешь? Ну, защищать... Ну, ладно, про караваны я может это... Ну, смысл в том, что мы можем объединять там свои силы. Это да. То есть, у нас все в одну сторону города будет. То есть, мне, по идее, тоже надо тогда в эту сторону город как-то ставить второй, думать. Ну, в любом случае, я могу ниже Единбурга, там, где лошади, бизоны, вот олени поставить, например. Блин, такие у меня места хреновые, честно говоря. У меня вот есть неплохие места под города, но мне тяжело соединять их, так скажем, эти города. То есть, допустим, Голиас из Маракеша вот туда к благовониям будет плыть, непрокаченный там ходов, ну, сколько, шесть, наверное, семь. Ну, мне кажется, тебе надо, знаешь, где вот, где стоит варвар. Не лагерь варварский, а просто варвар. Вот тут нормальный город будет. Он захватит практически все клетки, которые можно обработать. Там лучше, чтобы ставить ниже скаута на холм, слевее. Не особо дальше, как бы, и то же самое почти. Проблема именно в том, что далеко от города, по воде, если смотреть. Так именно, что этот будет намного дальше, он будет на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на семь морских клеток дальше. Да мне проще будет, смотрите, сухопутные караваны пускать. Я вот думаю, два или три города играть. А дело не в сухопутных, подожди, дело не в сухопутных караванах, а в подводе морских юнитов. Тоже верно. Но там очень хороший город. Правда, рыбы у меня блочить будут, если какая-то уже война начнется, город расти не будет. И так, тремя, просто. Не, я, наверное, проще сказать, я поставлю город у соли, и пока буду с ним жить. Там, если что, подумаю. Блин, сначала надо было принять, а потом обстреливать. Так, может, бронзу, обработку бронзы, типа? Да, в циве, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре. И ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Леша играет» и получить бонусы. О, у меня тут вроде сверху что-то должно быть. Ну-ка, ну-ка. Тебе, наверное, надо город правее нижней меди ставить, выше кровь. Я вот так думаю. Понимаешь, это хреново, что он будет в другую сторону. Посмотри, у меня еще сверху что-то может быть. А в твою сторону у тебя только один ниже город ставится, между бизонами и конями. Да, ну это фиговое место, я согласен. Там ни люкса, ничего нет? Сейчас я еще вверх схожу, мне кажется, что вверху что-то может быть. О, в принципе, смотри. Почему нет? Тоже лучше, конечно. Вот прям ниже алмазов у лагеря. Да, да. Естественно, что ты свой краситель никак не получишь, наверное. Если город там не будешь потом ставить. Раз, два, три, четыре. Ну вообще в пятом радиусе он. Ну когда-нибудь, если мы доживем до этого времени, что у тебя город начнет все келетки пересоединить. Сириус на медь-то советует ставить. В смысле на медь? На нижнюю медь? Ну вот ниже, где я предлагал, да, только на медь. Ну, кстати, между прочим, ничего такая мысль, между прочим. Сириус, наверное, что-то знает в этой игре, да? Да, мне кажется, Сириус не первый день играет. Ну, кстати, тут залив такой хреновый, да? То есть подплыть не очень. Какие-то... Ну сейчас я еще сверху посмотрю. Не, походу сверху надо. Смотри. На алмазы думаешь ставить? Ну почему нет? Почему нет? Или ты так... Почему нет? На алмазы хочешь, да? Ну, в принципе, мне нравится тема. Ну как, обстреливается очень так нехило. Но зато в одну сторону мы с тобой будем. На одной волне, так сказать. Не, пожалуй, все-таки это... Там хорошее, да. Вот если бы не было этого сверху, наверное, стоило бы на медь эту ставить. Да, ставь на алмазы и два города покалешь. Не пока, мы вообще будем играть два города с самого начала. Так, еще очень важно... Там у одного из них шесть еды, у одного из них пять производства с тремя жителями. А, нет, подожди, там десять деревьев у одного, а у другого девять. Ну, короче, крест-накрест как-то получается. Есть железо. У меня Эдинбург прямо на железе стоит. Зашибись. У меня тоже есть шесть. У меня Эдинбург прямо на шести железах стоит. То есть их даже не разграбить вообще ничего. Ну, надо тебе решить, где тебе ставить город. Прямо под солью. Слушай, близко. Да, он не самый лучший, но... Но там. Так, давай... Библиотеки, может? Или сейлинг? Ну, сейлинг. Хотя под солью-то, конечно, город такой себе. Я могу поставить вот под гору там где-то, сразу и рыбу задеть, и соль эту. Но он далеко. А на речке не хочешь под горой поставить? Или это совсем... Ну, вот там я имел в виду. Это у тебя под солью или что? Нет, подожди. Я сейчас рассуждаю. Либо под солью ставить, либо вот вверху где-то этот город. Там и караваны не добегут, скорее всего. Караваны точно не добегут. Но морские... Я бы все-таки на морские не рассчитывал. Давай думать о том, что мы будем наземные пускать. Окей. Тогда это хорошее место. Там что, еще лагерь, что ли? Так, если пора атакую, то я полечусь. Мне надо просто как-то провести... Слушай, мне нужна охота, и мне нужна обработка камня каким-то образом. Нам сейлинг... Потому что у меня сейчас рабочий без дела вообще просто. Давай охоту или камень. Давай камень пока. Нет, подожди, подожди. Подожди. Что нам потом пригодится? В принципе, ни то, ни другое нам потом не пригодится. То есть, мы в Залейгеле карнадский не будем устроить? Да нет, это что? Фигня какая-то. Лагерь, лагерь, Леш. Я решил лагерь. Все, давай лагерь. Лес можно. Олени, кстати, вырубить. Пока поберегу. Надо для чего-то важного его поберечь. Мне все-таки сверху город поставлено. На реке там? Да. Согласен. Тогда только в два придется играть. Третью уже нормально, но не поставить будет. Ну ладно. А, мне еще железо же и веру дает сразу. Прикольно. Там до четырех один вырос. Интересно, кто из нас первый религию возьмет? Сколько у тебя веры в ход? Две, и то я недавно начал только. Давайте все-таки пик-то одного построим. Потом уже буду... Думаю, может не под гору поставить, а на лесной холм? Блин, варвары, твари не дают мне провести посело, куда я хочу. На лесной холм... Ну... Я получу то же самое. Да, ну... Кроме холмов справа. Но... А кара, я не думаю, что она мне поможет... Но больше клеток обстрела тогда. И... Там достаточно, и тут достаточно. Я так скажу. Ну да, наверное, ставь на холм. Я с тобой соглашусь. Я с тобой соглашусь. Столь быстро я получу. Надеюсь, эти уродцы не станут сейчас на алмазы. Почему они меня не атакуют? Почему они тупо ходят вокруг меня? Потому что им невыгодно тебя атаковать по урону. У них и так бонусы есть. Тварь. Вот тварь. Но... Лё, просто стой на месте. Да, не... И ходи, главное. Ну, понимаешь, там ещё один дуболом. Он может уйти с этой клетки, и на него вместо ещё один встанет. Вот в чём проблема. Я вот такую штуку заметил, что вот ты идёшь в какую-то сторону, и варвары всё время пытаются тебе в эту сторону дать пройти. Их можно обмануть. Нет, там... Дело в том, что варвары каждый ход по любасу ходят. Они не стоят на месте. То есть они в любом случае уходят. А они могут даже стоять на месте? Нет. Они не стоят. А они могут? Нет. Поспорим? Ну, а как мы будем проверять это сейчас? Ты можешь... Тебе может кажется, что они стоят на месте, потому что на его место другой варвар встал. Это может тебе так кажется, но реально они не стоят на месте. Ты играешь, плаваешь юнитом по воде, хочешь высадиться, допустим, подплываешь в суше, стоит варвар, и тебя просто на месте пасёт бывает. Ну, один ход может так постоять. А, ну, вот ещё может быть вероятность стоять на месте, вот как в данном случае у меня проатаковал. Но это как бы... Я не считаю как-то, что это стоять на месте. Нет, это я не про это говорю. Ну, правда, они тоже города ещё не поставили. Наверное, тоже есть проблемы какие-то. Могли поставить. А, нет, да, они поставили, окей. Так, давай после сейлинга письменность откроем. Давай. Я уже, типа, я на самом деле уже могу библиотеки строить. Ну, всё, слава богу, поставлю город следующим ходом. Так, можно пик-то ввести вниз, потому что тут, если кто-то появится, чтобы убежать можно было. Ну, всё, слава богу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько, говоришь? Что, сколько? Веры у тебя в ход. Две пока только, я сжимчик не поводил. Значит, я первый возьму Веру. Понял? Хорош, хорош. Вот так. Везде первый. Да, да. Я крут, крут. Ну, просто я второй город поставил. А, ты тоже поставил? А, ну да, и Ара. И Ара поставил второй. А кто там за кого играет, я уже забыл. Ара за инков или за арабов? За инков вроде. Так, лечимся. Здесь. На всякий случай, тут территорию исследую. Ну, тут тоже варвары могут, конечно, появиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бананы. Бананасы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда дальше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу каменную кладку открыть. Я хочу каменную кладку открыть. Или оптику может какую-то, я бы маяк построил. Да, ты построишь маяк? Да, пожалуйста, у меня молотков хватает. Давай, давай оптику. О, тут между нами какой-то островок, походу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон, в Ишифе такие же островки, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, точно, вон еще какие-то островки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть на них могут всякие варвары генерироваться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 25 еды уже там. Ну, если на бананы и, собственно, амбар там и прочее, вот это вот все. Там какой-то очень, наверное, сильный старт. Может, там сильный старт на еду, а на... Слушай, 19 еды. Как-то не особо... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, они уже каравана пустили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы на такой карте... Так они только недавно города поставили. Вот и лагерь. Удобно как стоит, смотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ниже Маракеш. На островке как раз у рыбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С такими маленькими этими островками, где варвары могут постоянно генерироваться, я бы... побоялся. Морские караваны пускать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нашел. Вот на острове. Блин. Что ты нашел на... Вон, мышь, у меня там человек есть. Не пойму, это инк вроде. Ну, отлично. Да не очень хорошо. Рабат-то тут и 3М можно забирать. Ну, я... Так я недалеко, по-моему. Я к тебе точно сейчас поплыву тогда? Вообще, думаю, что стоит лишний раз не показывать он, что мы их нашли. Уверен, что это не ГГ-шка? Ну да, это не ГГ-шка. Может, вообще их жемчуг. Вот забавно было. В смысле, их жемчуг. Ну, то, что они там планируют этот жемчуг забрать, мало ли. Вон, купил камень. Это тейкид за инков оголитает. Они поменялись, что ли? Я не знаю, что это можно. Ну, без разницы, в принципе. Ну, да. Ну, в смысле, если они не играли за Тинацию, то без проблем вообще. Приезжаю за то, что они могут какими-нибудь 3М плавать тут и высадку устраивать. Блин, боя подвестили. Блин, боя подвестили. Ну вот, ты первый по производству уже. Ну, и переключился на молотки, да. Поверь, тут важнее производство, а не еда. Если у них там просто еда без особого производства, то пофигу. Да, но они могут вылезти, а потом переключиться на производство, правильно? Могут. Так, ну мы первые вышли, так что, я думаю, маяк ты построишь. Давай, наконец, камень откроем. Нам же вроде этот, плантации же не нужны, календарь там. Я предлагаю, Леша, каменную кладку и сразу в компас пойти. Ну, календарь, философия, компас. Да. Там библиотеку можно будет. А дороги не будем строить между городами? Ну, это как бы классно, но нам нельзя терять вот эти очки науки. Потому что, вот видишь, он очень близко ко мне, и мне работу очень тяжело защищать. То есть, открываем каменную кладку и сразу календарь, философия. Да, давай. Вот так и сделаем. Так, производство. Тут на еду пока стоит. Не хочу их открывать пока. Они-то вряд ли работу видели, правильно? Слушай, не хочешь, не открывай. Я полностью на твоей стороне. Я за тебя в этой партии. Это хорошо. Наверное, надо пойти уже обработать. Так. Вообще зря я, наверное, пик там уже смысл вот это все открывать. Я тут ничего собираюсь вставить. А вот тут варвары могут появляться и идти грабить мне все. Потом надо возвращаться. Тут-то уже варваров не будет, слава богу. Тут, конечно, тоже варвары могут появляться. Но здесь у них есть немножко, ну, остановочка. Ну, еще надо где-то, наверное, тут пик там стоять. Тогда я обе стороны смогу контролировать. А, стоп. Так у меня сейчас уже будет каменная кладка. Зря пошел. Ход потеряю. Ладно. Нашел случайно. Что? Нашел случайно. Ну, они вышли в классическую эру. Не философия, кстати. Тоже маяк, но я его заберу, наверное. Да, в оптику. Ну, блин, ты его уже строишь сколько ходов. Не знаю, как они могут обогнать, тем более с конями. Блин, конечно, для твоих коней я бы еще во всадников вышел, потому что все-таки конюшня тебе плюс три молотка. Нет, плюс четыре. У тебя еще эти коровы. Кстати, а что ты их не обрабатываешь, лошадей? Ты ж... Каждая лошадь еще сверху. Каждое пастбище один молоток. Ну, пока что я обрабатывал оленя, поэтому я олени решил построить молоток. То есть там молоток, здесь молоток, не сильно важно. Зато когда я захочу расти дальше, я поставлю жителя на оленя. Скаута поставишь вот на этом пустынном полуострове, а воина в тундре? Я хочу полечить его до конца. И воинам вниз пойду потом. Я по воинам сейчас пойду. Мне надо с варварами будет что-то делать. Они мне не дают обрабатывать морские клетки. Так этот лагерь забирать вообще не представляю. Лучника надо построить будет. Но у них... Ну не знаю, мы пока на первом месте. Они охоту не открыли. Они открыли каменный клад. Колесо они, скорее всего, тоже не открыли. Да, они открыли календарь уже. Они не открыли колесо. После календаря луки откроем и философию. Не, пошли сразу в философию. Но мне нужно будет лучник после маяка. Зачем? Чтобы лагерь зачистить, потому что мне не дают обрабатывать клетки морские. Я его убью и там зачищу потом. Валя, лучник и философию. Это что, столица? Или у него три города уже? Ну, посмотри. Три города. Ну, ищу, чувак, в три города играет. Блин. Три города просто может забрать. Надо, блин, думать. Боже, а почему ты не думаешь, что ты можешь три ремами забрать? Почему ты думаешь, что он тебе может... Леш, потому что ему близко. У него вот два города стоят. Ты не знаешь, где у него третий город. Тем более, что я... Сверху. Я справа от него нахожусь. Мне к нему как бы тоже недалеко. Я уверен, что тут есть проплыв. А что, араб, получается, должен где-то проверить меня ниже тебя? Да, правильно. Наверное. Без понятия. Я в этой карте не готов говорить, где он должен быть. Я в этой карте не должен быть. Без понятия. у араба куча производства зато кстати я по размеру населения одинаково с арабом а у тебя там счастья нету дополнительного случайно я еще жемчуг не обрабатываю не продолжаем чего будет внутри даже очень надо эти отдам следующий институт же скоро не чего институт скоро какой я монархи уже принял я монархи уже давно взял тут мачу можно даже 3 м брать так это может нам ломануться тупо 3 рем настроить и да построили же да пару штук приведи сюда я тоже построю после своих дел мы кого быстрее мы его первое выиграли шли защита не обещали я так скажу я пока пообещал зря наверное просто у меня как бы ну через три хода уже можно нац колледж строить построить пару 3 м да ты сколько четыре хода надо будет построить за четыре хода пара 3 м и потом строй нацик слушай ну мачу реально берется четырьмя три а он на холме стоит да он ходит на холме ну вполне можно взять там все равно неплохой урон проходит плюс еще ты скаута можешь привести под защитой 3 ремы окей у меня маякнице вот я строю тогда лучника караван на дешево построить лучника 3 мы короче не мы реально можем забрать мачо да только вот стоит ли это того вот прямо хотя я считаю стоит боже 33 ремы построить забрать город ну что это проблема там четырьмя можно удариться одну смысле я строю 33 ремы и ты у тебя еще я еще построил после этого я строю как раз по таймингу выходит насколько лишь к этому моменту нормально так вот я пока без нацика сижу ну ладно я вот думаю что можно даже аристократию взять вместо земельные элиты чтобы нацколледж быстрее построился я думаю что у меня нету счастья чтобы расти бери счастья конечно и деньги будут еще чуть-чуть говорю меня счастье уже взято я сейчас беру либо еду либо плюс к производству чудес счастья у меня нет у меня некуда расти и скоро счастье явно не появится поэтому я все-таки аристократию возьму ну окей чтобы быстро нацколледж построить жалко нацколледж на двоих не работает интересно тремя три ремами получится взять дань дань возможно но сбросили конечно постараться надо а так трем они неплохо дают уже 10 армора копейщика 11 вот что мы философию раньше открыли чем надо ладно просто в комп в комп посадим ничего лишнего ну я без библиотек тогда почему нужно ду лодки построить ну построишь лодки потом библиотеки а куска с трех сторон берется может куска взять хотя тоже неплохо идея но сначала выше на мальчу давай мальчу возьмем дамать хотя бы ну куска тяжело там 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 не тяжело смысле а бежать туда я конечно оплыву слева мне будет удобно потому что я вас мою каком быстрее буду плыть минус 30 две три ремы брюсселью минус 30 ну хочете подалю кстати одну мне будет тебе тебе далеко плыть мне ударить давай лучше уже 33 хода не давай мы на матчу сосредоточимся чем позже мы его возьмем тем хуже нет у тебя еще лишнего счастья возьми что-нибудь хотя жемчуг через два хода будет давай жемчуг возьмешь чтоб потом я без алмазов не сидел пару ходов просто подожди я уже взялась а это счастье просто кстати воина тоже тащи пусть плывет лишний раз пригодится может тем долго теплый будет сколько раз да ну пускай пускай он еще может добавить силы против брюсселя не дает гад уинка не должно быть ну счастья много уинка они там меняются наверно люксами мы с тобой нет написано что они на 2 процента отстают а что они не открыли я не знаю а охота 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 они и не открыли философии видимо открыли и на и этот и лучников тоже верно да вот три молотка он получил блин минус пять в брюсселе как давай встретить им подплывет и будем нападать ну да что с города будем делать сжигать да я сплю к тебе еще наверно загоню чтобы там удалиться или не надо нет надо надо но мы должны сразу четыре удара одновременно делать да мы сделаем блин я к сожалению а нет смогу все следующим ходом я могу все следующим ходом атакуем окей ты снизу двумя да так и сделаю я сверху отлично так что там с жемчугом дает у тебя там варвары видишь ли на нет крыльдом я еще пока объявлять а жемчугам ну да я все я все подошел уже ну да вроде берется если у них золото купить стену нету то есть одну какую-то тремму даже ну я уверен что он не берется как бы семи четырьмя ударим но если одну продать то последняя протокует я могу даже смотри удариться двумя одну убрать еще раз удариться и скаутом побежать захватывать не понял ну смотри одну гэшки отдать когда я ударюсь битую потом еще одной удариться которыми третья стоит 33 удара сделать трем и скаутом еще потом есть сначала этими ранеными фигачь я не думаю что он что-то может сделать что он там строил что-то хотелось бы скаута сберечь чтобы бегать ему еще что-нибудь грабить я поэтому собственно и войны веду чтобы не вам высадится так все я всеми про атаковал но я могу кстати блин ладно ну следующим ходом берется но есть ну свезло ну что блин это правда не самый лучший город конечно более целая такую следующим ходом окей сразу я тоже будут свои биты нет я похилик с этим угу я тоже кстати всеми нет я вам тут могу похилить 1 значит да попробуй похилить левую потом правую и отправить они сразу я вам могу левую могу да это же умеешь что есть чем сильно захватить hill так что ломать но нафиг он нам или хочешь оставить как там здание я бы ломал все сжигаю на следующий я думаю правильно ли мы сделали что его взяли у него как бы он явно нац колледж не мог построить с этими тремя городами да не факт у него города как бы с молотками там неплохо насколько библиотека 50 молотков стоит там у него молотков ну пусть будет 87 8 то есть это не так долго тем более на храна поставил кстати они же давно стоят здесь правильно эти города жалко что оракул они построили ну то есть там он традицию закрыл окей можно то без закрытия традиции то есть морская инфраструктура там у кого-то будет у араба получается который оракул построил но я вот альдицу не буду закрывать мы сидим богословия просто беру мол это сразу малиплавание правильно на синхрон я загружу но у меня выглядит так как будто он убил мой юнит а кстати а может быть что мы из вообще город ты не взяли мало ли он грузится окей все лишь надо сейчас это не отвлекаться на и в голя свете нет взяли ну ты денежку получил за захват много смотри у меня было примерно 50 если не ошибаюсь ухо да ты морской магнат можно даже да не брать после этого но у меня клетки от закончились для обработки нормальные узко наверно так не получится уже да взять нет конечно такие три клетки кстати стой здесь воинам чтобы он не привел город а нафига ему тут ставить город и хорошо вопрос там аккуратно слушай давай ты я спущусь вниз и подарю тебе этого воина потому что тут просто стоять ну да думаю бессмысленно ничего не сделает у меня приплыл он араб около дублина эдинбурга интересно откуда он сейчас будет лаку клетки было чуть удублен это плохо ну знаешь думаете она кому забрать даже десять защита не думаю что он стены строят час ну забери слезай клетки ну клетки клетки блин они что уже мореход блин инк походу уже взял мореходство потому что он почему-то догоняет мою тревему я там увидел ничего очень странно ну просто может и двигаешься немножко по-другому неправильно как-то не знаю в общем не могли моеходство не как поношли не открыли они еще не вековье но он традицию не закрыл он мог вместо не закрытия традиции взять в этом мореходство для швойный пей ну и куда он протоковал все я уже больше не могу двигаться а это целая мы одновременно вышли слушай ну ты библиотеки то есть решил вообще без библиотек я просто у меня я достроил вырабатывать ток час после лодки я 8 ходов уже осталось у меня нациг 7 ходов будет строить мышную нет ладно я построю после лодки я думаю нам нужно с тобой просто инка забрать быстро интересно как потом с арабом ну как не а ну само собой что я вообще за где араб откуда он приплыл и где он мне кажется что он откуда забегаешь воинам сразу на территорию высаживаться куда-нибудь казарм хоть и нужно все верно вот вот а и вот Продолжение следует... 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 Ну вот О, варварский клейм приплыло Аж она мне поможет Может, лучника построить Не помешает Наземный юнит Потому что один ход Я не хочу сейчас тревогу начинать Я ее явно не закончу Ну, араб только Вадим Малиходский может взять То есть он, возможно, уже взял его, Вадим Только сейчас Потому что по культуре мы все равно очень идем Я уверен, что Инг вместо закрытия традиции Взял мореходство Вот я Ну, это видно, что он до сих пор традиции Что у него меньше культуры, нет Сейчас, да, уже взял, скорее всего, тоже Так он традицию не закрыл Да, я понял У меня сейчас так же будет Ну что, мы первые вышли Или они тоже вышли Они тоже вышли Тут Мы должны после политических соглашений Мы должны изменить Мы должны изменить Другой программи Почти ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон, Алёш, строй, веди ко мне. Вообще, тебе надо бы араба найти. Он уже к тебе приплывет. Нафига. Да пускай приплывает. Я уверен, что глязами мои города не берутся. Если мы возьмем инка, а араб ко мне только приплывет, ну, окей. Так. Слушай, ну что, мне закрывать традицию или брать... Молеходство, конечно. Быстрее молотки получишь. Так, тебе счастье сильно надо? Бери что-нибудь. Нет, нет. Я думаю, мне надо обрабатывать вторую медь. Или лучше я лес обработаю. Вообще, с медью я быстрее золотой век получу. Давай я медь лучше. Но у меня будет зато... Просто медь вообще ничего не дает. Медь это четвертый радиус. Но ты получишь один молоток, а я получу больше с золотым веком, верно? А сколько тебе до золотого века? 45 очков. У меня плюс 6 сейчас. Ладно. Уговорил. Меньше. Переемуме, знаешь, что еще можно делать? Был очень тимон проезд от Куска к Тиуанако. О, Пророк. Ну что, брать? Производство? Наверное, да. У меня, кстати, тоже скоро Пророк должен быть. Давай дальше в госслужбу, наверное. Или Верховую Зду, кстати, можно коней построить. Не-не, пошли в астрономию. Сейчас вот тоже не на что отвлекаться. Давай сначала Всадников. Верховую Зду, потом деньги. А потом прямо астрономия. Между прочим, мы гражданскую службу, например, можем Великой Библиотекой взять. Чтоб побыстрее это было. Я думаю, что нам сейчас ничего, кроме армии, не нужно строить. Нужно сосредоточиться на Инке. Ну, я... Если бы я его не забирал, то мне кажется, что они тебе приплывут. Тупо очередь стоит. Голиасы. Собственно. Ну, попробуйте, все ровные. О, Раба, кстати, 13 тысяч всего армии. Наверное, только Голиасы будут строить сейчас. Блин, мне так хочется с Брюсселя как-то дань взять. Вот спать не могу. Голиас плывет. Что-то быстро он на его... Ну, правда, у меня тоже Голиас уже. В Тионако такая бухта интересная. Ну, слушай, у тебя в Маракеше за два хода строится. Нифига себе, у тебя там производство. У меня... Ну, не, не за два, это там остаточек просто. У меня в столице за три. Голиас стоит 67 молотков. То есть, у тебя 22 молотка есть, то ты строишь за три хода. У меня есть 22 молотка. Даже больше чуть. У меня 24 в одном и 16 в другом. У меня есть 23 молотка. Я пагоды забрал. Так у них вообще, наверное, нету религии. Они же даже не брали пантеоны на религию, нет? Да, у них нет даже пантеона на религии. То есть, у них религии не будет в принципе. Там уже Голиас первый в Тионак. Ну и сверху Голиас. Блин, я не успел отвезти. Плохо? Он плывет к тебе. Даже решил, видимо, не обстреливать мои триремы. Значит, пожалуй, тут на проходе на рыбе стану, чтобы у него Голиас не мог нормально проплыть. То есть. Продолжение следует... 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 чинка под конец походил не успел среагировать общим понимаешь в чем еще дело вот я его там агам он лезет ну там нами араб уже стал нападать за лёш поэтому ты на себя все оставляй спасибо что помог даже вот голиас убью с или вот эти два маша ставить конечно я уже слева бывает 3 эти могу оставить ноги оставь 3 веди вот вниз целый как минимум ну а первый до 1 по всему красиво а я по всему последний а 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 Продолжение следует... 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 с двумя прокачками а это наверно какой-то опытный у него глядь может все-таки вести к тебе глядь и у нас вот раз такой проход но если аптей не берет то конечно не помощь не помешает короче не ошибаюсь тут ну ладно ну соберись а 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 Продолжение следует... Семьдесят четыре молотка у раба. Что это такое вообще? Это количество молотков. Ваш кэп. Ты на араба не смотри, ты смотри на инка. Семьдесят четыре молотка. Спасибо. 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 . Спасибо. А, ты продержишься? Не строй армию. Сколько ты будешь только достроить? Четыре хода. Подожди, ты универы ставил? Да, он меня в дубле не достраивается. А мы бы иначе не вытянули. Ты что, думаешь, араб не ставил универы? Я не знаю. Я не строил, Леш. Ну, я тебе могу сказать, что араб строил универы. Ну, окей, это неплохая идея. Раньше выйдем. Ну, если он тоже, давай, давай. Я могу посадить торговца. Тогда они не навигацию пошли в мастерские, видимо. КОНЕЦ О, я морскую инфраструктуру принял. А тебе далеко до нее? Я уже взял тоже. Блин, забыл шпиона посадить. Посадив в Тиванаку, я в Куско. Я посадил, да, уже в Тиванаку. Ну, я от араба по производству на семь молотков отстаю. Так, они открыли. Короче, они Оксфордом уже взяли. Фрегаты. А араба деньги-то есть? Ну, он построит просто, господи. Ну, давай, бери Оксфорд, тогда он нам нужен. Тогда рынок сделаю быстрее торговцу. Глязь и прапой, тогда не буду лезть, наверное, сейчас. Глязь и прапой, тогда не буду лезть, наверное, сейчас. Глязь и прапой. Играет музыка Если город находится на холме То Голиас может через холмы Стрелять Он как бы на холме получается Стоит Голиас Ну этого не может быть в реалии Ну да, это конечно глупо, но все равно Стоит Голиас Ну что там строят? Я знаешь что думаю? Он возможно Голиас может в твою сторону тоже часть ведет Потому что ну ко мне мало очень переплывает Хотя он конечно на наземные юниты строит Что? Да он сейчас будет строить фрегаты и все Ну это да Я боюсь что тут на фрегатах к сожалению Фрегат 120 молотков стоит Если ты сжигаешь точно Оксфальд пьешь Если ты до тех что у меня будет торговец Ходов может быть там В смысле сжигая островик Так два хода Оксфальд, ты будешь его? Ну два хода мне Все, вижу Отлично Блин, мне надо перед... Один ход должен быть Так, как-то переключить надо Что-нибудь молотки Где-нибудь взять Один ход, все Один Ну я трапать не смогу Пока у меня нет торговца Да пофигу Главное что я уже смогу Строить фрегаты 123 молотка фрегат стоит КОНЕЦ суши на меня живут один сейчас стоит один ход голиаса же следующим ходом переключиться на фрегат правильно должен я думаю переключиться и как мне хочется с брюсселя взять дании чтобы апнуть все это же хрен возьмешь торговец у меня не хочу считать через пять ходов а ты а ты рынок нигде не построил вот маракеша построил и посадил посадил только так у меня через пять я сколько 44 вроде смогу пропать правильно примерно ну бы я вот так думаю я в принципе то смогу здесь дефаться для особенно когда про пусть я мне защитник верующий будет я на меня заберу или ты быстрее там забираешь я буду миссионеров строить потому что они мне производство дадут а у меня же нету трелиги еще все но защитника вера заберу мне куда дальше барбун верно давай но он до сих пор не подводит глязу лишь он может к тебе плыть так что это если что аккуратно там ну плохо я могу как бы я на схожу посмотрю фрегат плывет один уже но к тебе может и если он построил искуской вниз плывет ко мне просто в сторону надо плыть верно а вон поплыл ко мне я увидел на может не отступить этими голиасами хай араб проходит тут своими голиасами мне это два хода до где же деньги то взять проблема нормально стоишь игры против арабов что у него есть деньги да и отостаю сейчас придет с другой стороны фрегат и все мне убьет вижу его так раз два три четыре пять шина у меня может заблочить там и следующий фрегат и поблочим если он тут будет плыть благодарю другой через три хода он уже первый фрегат у араба приплыл блин распал боюсь и дублин я уже не защитил не тут фрегат блин мне голиаса нужно оставить срочно не значит делать ну прячь их на своей территории я так и сделаю конечно пошла атака слышишь не тоже тут он глазик а ой ко мне один приплыл плохо было сюда поставить да походу у нас была единственная возможность все-таки там я ошибся надо было воина кому тащить забрать инка здесь единственная сколько у тебя до этого те еще довести его надо будет для специально ходит в 10 секунд надо ходить кого довести до довести еще не следующий ход появляется все он дублин уже обстреливает ну фрегатами он точно берется и 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 Юнит в городе я не могу подарить. 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 три штуки четыре даже пять пропасть я смогу 3-4 у меня железа нет мне 6 железа куда он одевается а у меня уже есть фрегаты лишь дай мне железу сам возьми пожалуйста кей железу нас меньше на двоих кстати там лаба много и помню было а 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 секунды кончились плохо а 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 ну все падает дублин а а а я а а ты мне чужели сдашь лише или тебе все-таки нужно но убери сколько хочешь ну как одно останется там для фрегата Так что, какой-то вообще вариант там взять Инка есть? Есть, да видишь, сколько у меня фрегатов Ну, я думаю, сейчас они всем флотом К тебе поплывут Эдинбург, мне кажется, не берется Он приплыл уже один Я тебе, в принципе, могу еще один дать Железо, еще одно Надо? Можно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Просто чтобы они отвлеклись на коляс и не обстреливали Эдинбург Сколько-то ходов Так, а куда твое железо делать, ты говоришь? Типа так у тебя много фрегатов? Да, сколько? Шесть, я у тебя еще взял четыре примерно, правильно? Десять Вот, значит, вот тут шесть, семь, восемь И еще строятся два Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому У него даже генерал откуда-то был Он в армию что-то нафиг А, он же, да, он же стрелял наземными юнитами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ты будешь дуболомом брать? Не знаю еще Надо бы, конечно Просто я хочу крепость разграбить Так, а тебе в город брать нечем Верно Верно А юниты уже на три клетки бегают? Да Поэтому я на этот ход уже могу туда встать Но я его потеряю, скорее всего Ты его потеряешь, поэтому... Мне нужно, когда он пострелять, по мне Я буду вставать Мне кажется, тебе надо оставить его Просто обстреливай город и забирай дуболомом его И все Фрегаты арабские Не вижу Город забирать или я с арабом дуаться? Забирать, мне кажется У тебя еще видишь адмирал, ты сможешь полечиться В принципе Умолеты легают Представка обстреливай�를 Так что я все Так, как именно но раба несчастье кстати ну так он город взял логично не берешь ты города не знаю куда инк значит он фрега ты приводил свой к себе к тебе много не штуки две куда они вообще реализоваться девайс что он делает ну дает нам какую-то надежду на то чтобы выиграть видимо Продолжение следует... 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 Ладно, Леша, спасибо за игру, я пошел Спасибо за участие в турнире, на этом все Мы закончили, отыгрались Хотя бы из группы вышли, я считаю Ну да, да В принципе, то есть мы Примерно, получается Пятое-шеестое место разделили в итоге Да Ну неплохо Ладно, все, давай, пока Спасибо, что достарели до конца Я Леша Халецкий, тот, кто сделал Это видео У меня к вам несколько просьб, во-первых, не забудьте Поставить лайк, а во-вторых Поделиться этим видео Раз уж вы достарели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен, и это поможет Распространению моего творчества Для более широких масс На этом все, играйте в умные игры